Добрый день, мои дорогие друзья! На данном видеообзоре мы с вами ознакомимся с навесным полевым опрыскивателем Агрос, официальный импортер данного бренда, компания Агроформат. Перед вами находится опрыскиватель емкостью 800 литров, штанга 16 метров, с балансиром штанга, система называется параллелограмм, то есть вешается штанга на одну точку и растягивается пружинами, с каждой стороны две штуки. Значит, эти пружины нам дают возможность отрегулировать жесткость маятника непосредственно, зафиксировать штангу или наоборот ослабить ее, чтобы она максимально смогла, значит, копировать рельеф. Штанга выполнена из трубы 50 на 50 и на каждом крыле идет уменьшение, то есть 50 по центру, дальше 40 на 40 и 30 на 30 дальше, последняя секция. Значит, самый задаваемый часто вопрос, сколько же поднимает этот опрыскиватель на гидравлике штангу от земли? Могу вам сказать, что от форсунки и до земли, значит, при максимальном вылете гидравлики вверх, и с учетом навески трактора МТЗ-82, высота составит 1 метр 50 сантиметров. Раскладывается штанга механически, зажимы, мы можем видеть, вот один зажим, вот другой зажим, и на каждой, на рычаге, так скажем, установлены пружины, вот мы их можем наблюдать здесь и, соответственно, вот здесь. Штанга перекрывается от центра двумя контурами влево, двумя контурами вправо, то есть мы можем видеть, от центра раз секция продолжается, вот до суда, и дальше вторая секция. Точно так же и в другую сторону. Мы можем видеть, на входе в штангу, да, магистрали подходит от распределителя, стоят фильтры тонкой очистки. Всего у опрыскивателя 4 степени очистки. Первая, это, соответственно, у нас сетка в горловине бака заливном. Фильтр грубой очистки установлен в нижней части опрыскивателя, собственно говоря, он же и сливной фильтр. Вот здесь он. Потом дальше фильтр тонкой очистки, и в каждой форсуночке установлен тоже фильтр. 4 степени очистки. Здесь мы видим, значит, распределитель на 4 контура, которые мы с вами уже рассмотрели на штанге. Соответственно, можем их здесь перекрывать. И пятый контур на перемешивание, на принудительное перемешивание, и на систему самозакачки. Значит, распределитель оборудован системой байпас. Он регулируется, выставляется этим рычагом. Соответственно, когда рычаг у нас опущен, у нас происходит распыл. Когда рычаг поднят, система байпаса срабатывает. Все, что он вырабатывает, он, в общем, перекидывает в бак, тем самым перемешивает. Значит, дальше ручка регулировки давления. Максимальные показатели у насоса 50 бар. Значит, по насосу. Мембранно-поршневой, производительностью 96 литров в минуту, на 4 мембраны с демпферной камерой. Демпферная камера нам нужна для стабилизации давления в системе, чтобы исключить у форсунки такой принцип пульсации. Когда здесь нет, в демпферной камере нет давления, то тогда форсунка будет пульсировать, что создает негативный эффект во время обработки. Значит, рекомендовано от используемого вами давления в демпферной камере должно быть примерно 25-30% в комплекте. С каждым опрыскивателем идет карданный вал 6-8. Здесь мы можем видеть емкость для мытья рук. Кстати, очень удобная вещь. Тракторист подошел, ручки помыл и поехал дальше. Кстати, вот форсунка, которая опционально может поставляться револьверного типа. А базовая форсунка, мы можем ее видеть на магистрале. Вот мы одну повесили для вас. Вот такая форсунка, одна позиционная, с клапаном сброса, капли, чтобы не образовывалась капелька у нас во время орошения обработки. Форсунка, она как обойма. То есть, оделась сверху, вставили в необходимое отверстие. Всего форсунок 33 на данной штанге. Установлены с интервалом 50 см друг от друга. Также, я думаю, вы обратили внимание, у рамы опрыскивателя есть колесики, что очень облегчает его хранение, перестановку на складе, на базе. Обращайтесь в компанию «Агроформат». Опрыскиватели в наличии. Приглашаю вас. Будем рады вас видеть. Всего хорошего.